Павел, добрый день, меня Андреем зовут. Добрый день, Андрей. Есть предложение поговорить немножко про социальный трейдинг, про социальные сети, где кучкуются трейдеры и гуру. Давайте поговорим. Ну и про ваш проект тоже очень интересно будет. Вот скажите вообще, что это за проект? Мы же только новостями питаемся, что вот зашходит на сайт Сбербанка, я захожу, смотрю, что вот ваш проект – партнер Сбербанка, например. Да, на самом деле наш проект, он как бы начался в 2007 году, сама как идея зародилась социального трейдинга, тогда еще просто была идея из серии облегчить, сделать более легкий процесс инвестирования на финансовых рынках, то есть понимая, что платформы до этого такие терминалы, как Bloomberg, там тот же самый Realtors. Если возьмем более какие-то Trade Station или тот же Quick в России, который использует достаточно сложные терминалы, народ должен, во-первых, сначала привыкнуть к ним, во-вторых, научиться, как это все интерпретировать. И с учетом того, что два создателя данной платформы, братья израильтяне, Йони и Ронен Асия, один из них был трейдером, а второй к трейдингу никакого отношения не имел. И когда тот человек, который никакого отношения к нему не имел, спросил у Йони, слушай, чем ты там занимаешься, когда он ввел там пять мониторов разных, он ему пытался объяснить, и кто-то сказал, нет, какой-то там фетиш для гиков, то есть не ко мне явно. И Йони такой подумал и сказал, окей, если мой брат, который инженер по детальности этого не понимает, то большинство народу, скорее всего, тоже это не понимает. И вот тогда у них родилась идея сделать легкий способ, то есть облегченный того, что первые шаги на финансовый рынок инвестирования стали легче. Особенно на таких рынках, то есть надо понимать, что в Штатах более-менее народ к этому привык, они там достаточно давно у них развита культура, потому что ставки по процентам и по депозитам минимальные, что если ты хочешь как-то дополнительно заработать, надо покупать какие-то акции в долгосрочном перспективе или что-то еще. Большинство стран это не так развиты, соответственно, вот эти вот первые шаги, наша платформа, наша социальная сеть призвана помочь сделать. Потому что есть много трейдеров из всех 140 стран мира, которые делают какие-то сделки, они общаются, они рассказывают, что они делают, за каким инструментом они смотрят. И человек, который новый, он может просто подойти и начать с ними общаться, смотреть, что происходит и таким образом как раз делать свои первые шаги в направлении именно инвестирования. Потому что можно делать самостоятельные сделки, можно копировать уже трейдеров, у которых два-три года истории с хорошими показателями, например. И вот как таковый проект социальности, открытости финансовых рынков для всех без определенных границ вызвал очень много интереса. В том числе Международный экономический форум в 2015 году сказал, что ETHORO в своем отчете это один из ведущих лидеров в сторону социального трейдинга и глобализации финансовых рынков. Ну и после этого, до этого как раз мы как финтех больше стартап такой, разные компании, такие как Сбербанк, Коммерсбанк, крупнейший китайский инвестиционный фонд, как раз и сделали свои первые инвестиции в такой финансовый стартап, понимая, что рынки движутся туда к глобализации, к открытости, к возможности больше доступа к прозрачности в главную очередь. То, что мы как раз и пропагандируем. Но у вас же есть конкуренты, давайте поговорим о неприятном. Например, WhoTrades, нет? Есть конкуренты, но тут я бы не хотел сравнивать себя конкретно с WhoTrades, просто надо понимать, что наша платформа как таковая, да, сама идея копии трейдинга нами запатентована и разработана. Сама идея социальной сети, то есть мы ее начали первую, мы ее ведем. И да, есть люди, которые пытаются сделать аналог нашей платформы, но в отличие от других, у нас собственная разработанная платформа, которая позволяет полностью интегрировать два мира социальную часть, то есть это как Facebook, в котором ты общаешься и одновременно можешь копировать, следовать на стене у человека, показаны его сделки, его мнения, его анализы, которые он делает. И одновременно можно совершить самостоятельно какую-то сделку, там свой портфель ты можешь видеть полностью, он не завязан на общий счет, под каждую сделку ты отцыруешь собственную маржу, там, если говорить техническими терминами, кредитное плечо выбираешь. А в остальных системах, которые пытаются, то есть у нас целая экосистема, а в других системах или продуктах, когда они берут, например, платформу классическую МТ4 и к ней пытаются добавить какой-то форум, чтобы это выглядело в виде социальной части, оно уже начинает терять свою сущность, потому что одно дело это платформа, на которой ты торгуешь, а другая социальность, ну вот там пообщайся. А за счет того, что мы интегрировали все в одну, то получается, что пока сейчас, в принципе, у нас аналогов нет. Но если будет, мы, в принципе, только рады, потому что мы считаем, что здравая конкуренция, она, во-первых, подстегивает всех, во-вторых, она дает возможность технологиям быстрее развиваться и понимание, куда надо двигаться. Потому что, когда ты являешься пионером, первопроходцем, очень часто ты начинаешь биться в разную углу, думаешь, вот, наверное, сюда. И клиенты, то есть, наш релиз-платформы новый, который сделали в том году, он бы в основном базировался на идеях наших же клиентов, которые нам бы вот это добавить, нам бы вот это было бы удобно. И мы продолжаем ее менять и постоянно что-то добавляем. У нас каждый месяц сейчас, по факту, были новые релизы, и они будут продолжаться, потому что мы всегда эволюционируем в этом аспекте. А вы не можете дать статистику, сколько у вас русских трейдеров, сколько трейдеров, допустим, из Америки? На самом деле статистику можно посмотреть внутри платформы, просто выбрав фильтр по стране, и там покажут количество зарегистрированных людей, количество трейдеров, которые заработали больше 5%, например, можно увидеть. Мне сейчас так сложно сказать. Например, я могу сказать, что у нас где-то в районе 2000 активных трейлеров где-то вот в месяц. Пока. Мы только начинаем, мы новый бренд, который только приходит, то есть народ только начинает узнать, что такой социальный трейдинг и постепенно начинает приходить к нам. То есть мы можем увидеть разницу поведения, например, наши крупнейшие рынки, это UK и Германия, что там люди, которые торгуют с нами, у них более сбалансированные портфели в плане того, что они могут какие-то акции, например, покупать без никакого плеча один к одному, да, то есть не используя его, какие-то активы чуть более ETF и те же самые с небольшим плечом один к двум, какие-то акции с определенным плечом и копировать других трейдеров. В России же пока мы видим, что люди привыкли либо они торгуют самостоятельно и вот все, больше из серии не трогайте меня, либо они копируют, то есть пока еще мало тех, которые диверсифицируют в портфеле серии что-то делают самостоятельно, а что-то добавляют, чтобы копировать других трейдеров, то есть таким образом создавая более полноценный и менее рисковый портфель. – Понятно, но я, кстати, против копирования. – Почему, если не секрет? – Ну, потому что невозможно следовать спецрасказыванию по чужим сигналам. – А вот это как раз один из нюансов, который мы устранили. Дело в том, что поскольку это все внутри нашей платформы, то у всех людей, которые открывают сделку в копировании, открываются по одной цене. То есть, если, например, тот человек, который копирует или популярный инвестор, который открывает сделку, все, кто подвязаны у него в дереве, они автоматически открываются в один и тот же момент по одной цене, то есть проскальзывания нет как такового. Результаты того, кого ты копируешь, они идентичны твоим результатам в пропорции той, которую ты олацировал. – Супер. А что такое Money Management версия 2.0? – Money Management версия 2.0 – это та идея, которая появилась не только у нас, а вообще в тот же самый Международный экономический форум, о ней сейчас заявляют. Это когда технологии попадают в наш мир и меняют его достаточно сильно. То есть, классический Money Management или Wealth Management – это что? Это люди дают определенную сумму, начиная с 100 000 долларов в какую-нибудь инвестиционную компанию, где формально они видят только результаты инвестфонда, они не могут видеть результаты каких-то конкретных клиентов, потому что это закрытая информация, это секрет. И эта статистика обычно полгода-год, если ты попал в момент просадки, ну извини, так получилось. Money Management 2.0 – это говорит как раз об открытости, о том, что есть полная прозрачность понимания того, что происходит, и есть свобода выбора, и нет таких жестких лимитов. То есть, если мы говорим о Money Management 2.0 внутри нашей экосистемы, то мы говорим о том, что ты можешь совершенно спокойно начинать создавать более-менее сбалансированный портфель с той же самой тысячи долларов. То есть, копируя разных трейдеров, покупая активы. Сейчас мы постоянно добавляем, то есть, у нас недавно добавился один крупный UK-ский инвестфонд, который тоже можно постепенно копировать. У нас добавляются еще несколько фондов, именно институциональных, которые открывают счет у нас, и, соответственно, с небольшой суммой можно их копировать, хотя их основные клиенты копируют с 50-100 тысяч. Понятно. А что нового относительно других платформ? Мы немножечко затронули этот вопрос, но все равно, что нового именно россияне увидят в eToro? Ну, у нас eToro, как таковая, она глобальная платформа, то есть, что-то отдельно алоцированное на регион мы не делаем. Мы стараемся сделать его как раз тем, что будет очень удобный для всех. То есть, один и тот же интерфейс для всех людей, неважно, где ты находишься. У нас, да, встроенный переводчик, чтобы посты, которые люди пишут, например, из Германии, человек из России мог спокойно прочитать и обратно, если пишутся ответы, вопрос-ответы. Мы стараемся сделать его интуитивно понятным и легким, да, то есть, на базе, много у нас есть с базы того же Facebook, как мы взяли, просто потому, что это привычно людям. и такой процесс и стиль общения, мы понимаем, это то, что в том числе не хватает сейчас в сторону интернета, в сторону социальных сетей, в том числе и, соответственно, народ этому нужно и трейдинг этому не исключение, а до сих пор пока не было места, где трейдеры могли бы формально иметь такую социальную сеть. Какие у вас планы развития у нас в России? Потому что у нас сейчас финансовые рынки не самые лучшие времена переживают. Ну, финансовые рынки, скажем так, у них всегда есть спады, есть рост, есть моменты, когда вступает там регулирование определенное в силу, когда идет перетурбация каких-то моментов. Мы понимаем, что, поскольку, опять-таки, возвращаясь к тому, что мы глобальны, причем мы глобальны реально, независимо, где мы находимся, а именно люди могут к нам приходить, то мы считаем, что как раз возможность давать российскому трейдеру торговать там на американские акции, на югеевские акции, использовать вот эти активы, которые, как таковые, в России очень сложно использовать через другие компании, являются основным преимуществом, которое у нас есть. Откройте небольшой секрет, как вам удалось заинтересовать Сбербанк, что он создал СП? Есть несколько моментов. Первое, я говорил, что мы в основном финтек-стартап, и мы участвуем практически каждый год в веб-саммите, это основной ивент, где именно технически определенные стартапы показывают свои платформы, свои моменты, плюс за счет того, что Международный экономический форум высветил нас как то, что называется, disruptors in financial technology, то есть те, кто как бы прорывают или меняют финансовую технологию, то Сбербанк, он заинтересован именно в новых инновационных проектах, то есть в последнее время они поменяли идею, понимая, что разрабатывать внутри зачастую может быть что-то долго и дорого, и возможно стоит посмотреть и приобрести часть компании, которая может уже готовую технологию тебе адаптировать. Ну и, соответственно, в поисках таких стартапов они как раз увидели вариант фитору, потому что надо понимать, что это уникальная вещь, которая дает возможность сразу, независимо где ты находишься, просто открывать финансовый рынок, это прорывной момент, и они решили инвестировать в компанию eToro. После того, как они инвестировали, они увидели, что клиентов в то время в России практически не было, плюс платформа не была даже переведена на русский язык, ну и было сделано предложение, давайте мы как бы переведем платформу, посмотрим, возможно российским пользователям это тоже будет интересно. И вот с этого момента началась идея совместного предприятия именно в России, чтобы российские пользователи могли получать преимущество того, что в Европе уже давно является достаточно использованным моментом особенно, опять таки говорю, в UK и в Германии. И, соответственно, вот как-то так мы пришли к этому. Павел, у меня к вам вопрос личный, а вы сами торговали на рынках? Да, я на самом деле начал, прежде чем я начал работать в фэкс-брокере, я начал быть трейдером, потом меня пригласили в службу поддержки, так как-то постепенно менялся, но я до сих пор торгую. Ну что, Павел, большое спасибо за интересное интервью и я желаю всяческих благ и развития вашей сети. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания.